МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ксюша, нельзя вечно все тащить на своих плечах. Ты хочешь мне помочь? Я хочу тебя от этого избавить. Дима. Дим, прости меня. За что? Миш, то, что мы с вами, давайте все забудем. Дима, 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 дима. Здорово. Это тебе. Как я выгляжу, что ли? Форт Базилия. О, Базилия, о. Мне так уже говорили. Что там по Цареву? Вещался с кое-кем из АБЭПа. Говорят, что там замешаны большие деньги и очень серьезные люди. Ведомственная недвижимость продавалась за бесценок, перепродавалась, приватизировалась. Мухин проходил свидетелем и неизбежно стал бы обвиняемым. Но его убили во время ограбления. Я уверен, что это заказное убийство, как все предыдущие. Тогда все гораздо хуже, чем мы думали. Царев грабит фирму Мухина, чтобы тоже выйти на этого кого-то. Так, ты вызвал наряд. Не надо. Папа, знаешь что? Не надо никуда звонить, Ксюша. Царев проник ко мне на дачу. Там он, конечно, не нашел то, что искал. Что Ефремов? Опекаю, как вы велели. Опекай. Царева вы найти не можете. Может быть, ему это удастся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Здравствуйте! У меня встреча с господином Зайковичем! Если выбросишь ООО, очевидцы вызовут полицию, а быстрого тебе выйти я не дам. Что, царь, не веришь? Я тебе зубами рвать буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мужик, ты что творишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот это да. Очнулись. Не бойтесь, я полицейский сбойного отдела. Фамилия Ефремов. А этот? Убежал. Как он выглядел? А вы что, не видели? Представьте себе, бывает такое. А, да, обычно выглядел. Русский, лет тридцать пять. Обычное лизо, да я толком не разобрал. Левая рука скручена? Что? Нет, обе нормальные. А что? Надо уходить. А если он там? Ждет в коридоре с ножом? Да вряд ли. Ему не нужна резня, ему нужен несчастный случай. А вот дома вам появляться нельзя, там он вас наверняка будет ждать. И мобильным не пользуйтесь, вообще вам лучше исчезнуть. Куда же я исчезну? Да, двенадцать человек. Еду. У вас есть черный выход? Да. Идите. Идемте, идемте. Идемте, 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 быстрее, быстрее, быстрее. А если Земля — это живой организм, то что такое человечество? Человечество, по сути своей, заслуживает только одно название — вирусы. Я буду с каждым шагом лечить землю, и то, что сегодня произойдет, это только начало. Это уже гуляет по всему интернету. У него даже поклонники появились. Землю он любит, значит. Или любит убивать. Может быть. Правда, есть еще вариант. Десять трупов. Десять. Девять. Одна женщина в больнице, в коме. Дело на особом контроле, не просто на самом верху, а? Короче, Шорохов, сейчас обсудим кое-какие детали, и, как говорится, по коням. Докладывать мне каждый час. А? А вы с Димой на улицу Кремашкина. Там стрельба была. Есть труп. Ну, Тигран Дженебекович! Помимо серийных манеков убийств, есть еще обычные мокрушники. Выполнять! Есть. Докладывать каждый час. Алексей Григорьевич, вы сказали еще про какой-то другой вариант. Может быть, это заказное убийство конкретного человека? Замаскированное под действием психопата-маньяка. Какой вы сейчас дурой меня подкололи. Но все равно мне кажется, что ваша версия имеет смысл. Ефремов! Кира, ну что стоим-то? Пойдемте. Да. Сзади-ка. Огнестрел. Шесть пулевых ранений в грудь. Стреляли, похоже, с близкого расстояния. Гильзы от КТ. Нашел только две штуки, а четырех нет. Вот единственный свидетель. Да такой свидетель. Я на кухне стою, только что жарю. Слышу, руганьте во дворе. У нас это постоянно. А потом бах, бах. Я так, ну, подхожу и вижу, это уже лежит, а из-за дома темная лихтаушка. Вот, смылося. Вон туда укопило. Куда туда? Вдоль дома? Куда. Номеров вы, естественно, не запомнили, да? Нет. Ну, хорошо, спасибо. Лейтенант, опросите еще раз. Напишите. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Владелец нескольких торговых центров в Москве и руководитель кавказской диаспоры. Ну, понятно. Значит, не девятка. Что? Машина у нее какая? Дон, дай. Поздравляю, Кир. Теперь мы погрязнем в кавказских разборках. Ну, может быть, это отморозки скинхеда? Может быть. Может быть, это кровная месть или еще что-нибудь. В общем, все это теперь затянется надолго. Это что такое? Что там? Пошел. 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 Дома еще кто есть? Здрасте. Оно отойдет от моего сына! Отойди он ничего не сделал! Тихо, тихо, тихо! Я его не мастал! Что, как успехи? Что происходит? Наши хакеры вычислили, что маньяк выходил в интернет по местному вай-фай. Вот из этого дома, квартира номер пять. А и кто живет в квартире номер пять, снимает молодая семья. Вот и посмотрим на голову семейства. Пойдем посмотрим. Вообще кошмар, мы уже семь лет живем в Москве, такого никогда не было. Спасибо. А вы бы еще на танки заехали. Я же вам объяснил уже ситуацию. Да я вам тоже объяснила. У меня в гости сегодня никто не приходил, муж лежит в больнице уже месяц. Я не знаю, как этот ваш псих с нашего компьютера выложил в сеть эту хрень. Потому что вай-фай не защищен. Что? Я говорю, что вай-фай не запаролен. Он мог получить доступ из любой квартиры этого дома. Или из машины. Чего? Может быть камера наблюдения зацикли на машину? Ну, скорее всего, она в угоне. Что-то я не догоняю. Это как пидать. Рустам Мусаев был убит стрелком с торгового центра. А тот, в свою очередь, был в этом дворе на машине. Обнаружил незапароленную сеть. Вышел в интернет и выложил свое послание. Когда начал выезжать... Эй, ты баран-то порызый. Ты что, не видел? Я первый поехал. Ты куда прешь, а? Горячий кавказец на свою беду не знал, с кем связался. Тебе не кажется, что ты притянул это все за уши? Слав. Алло, да. Да, Кеша. Слушайте, может вы оставите нас уже в покое? Да, да. Ну, все верно. Люди из торгового центра этот Рустам был убит из одного пистолета. Пистолет наградной и принадлежит бывшему спецназовцу Сергею Болдыреву, который был уволен из органов за садистские наклонности. Ну что, похоже, наши дела срастаются. Похоже. Мужики, клиент очень серьезный. ВДВ спецназ с горячей точки, у него есть пистолет. При том, что напрочь мне эту башню. У него вообще-то все пацаны такие. Внимание. Все равно, я вас прошу. Обычная деревня. Через поле стоит деревянный дом. Справа баня. Перед баней качели, а у качели мотоцикл. Древний такой. Иж планета. Цвет синего. Кстати, у моего отца такой был. Я на нем каждое лето гоняла. Дмитрий. Машина числилась в угоне. Найдена сожженной в лесу. Хорошо, правильно. Анька, ну ты скоро? Ваня уже готова. Да, я тебя так попарю. Ну давай, давай, давай. Анька. 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 Эх, мать. Ребен, я тебя просек сразу. Что, приколол-то решил что ли? Лег на землю, я сказал. Быстро. Слышь, что, колян? У меня банька готова. На землю, я сказал. Опа. Вы что, серьезно что ли, пацаны? Меня на землю? Слышь, ты салабон. С какого-то подозделения. Что ж вы творите-то, пацаны, а? Брата своего? Брата? Ветерана? Я воевал. За родину кровь проливал. Чью кровь-то проливал? Свою, мать твою. Хочешь дырки от пуль посмотреть? Мы прекрасно знаем о ваших заслугах перед Отечеством. Слышь, что вам вообще-то не нужно? За героизм вам даже вручили наградной пистолет? Я бы хотел взглянуть на него. А вот оно что. И прокатило, значит. Правильно. Сука, я последний. В смысле? Пропил я его. Наградное оружие пропил. Продал. Кому? Не помню. Вообще не помню. В запое был. Где вы были с девяти утра в течение всего дня? Тут. Спал до обеда. Потом баннер топить начал. Кто может подтвердить? Никто. Вячеслав, бригада с обыском сюда. Возглавите лично вы. Обыскай здесь все. Игорь, останешься с ним. Забирайте его. Не надо, братан. Сам пойду. Не он это. Я знаю. Только это единственное из реальных подозреваемых. К тому же безбашенный. Ну вот зачем ты полез, а? Право-лево. Лево. Потому что если бы он убил Зайковича, шансов узнать об афере вообще бы не было. А теперь шансы у нас есть, да? Теперь шансы есть. Но если это был не Царев, тогда кто? Какой ты мой новый друг. Кто? Я не понимаю. Я не понимаю. Он же мог тебя убить. Нет, не мог. Все видимости, он меня опекает. О! Мы же пришли. Бокс 42. Ну и что мы тут делаем? Аку видишь. Вижу. Никогда ее не трогай, а терроритет. А вот это рядом можно трогать. Это еще твой? Это твой. Держи. Талант тебе мой. Держи, держи, пользуйся. Талант тебе реально мой? Ты не врешь, ты реально мой? Спасибо! Спасибо! О, черт! Блин, а этот охранный спорт! Ты куда пошел-то? Домой. Меня там еще один свидетель ждет. Пока. Пока, Димон! Спасибо! О, Федор, привет, 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 иди ложись. Да, запах тебе тоже такой не нравится. Понятно. Да. Привет. Привет, слушай, я тебя не разбудила. Да нет, ты что, только что пришел. На работе куча дел. А ты что, чего не спишь? Просто поговорить хотела. Давай поговорим. Слушай, мне кажется, Пашка Скворцов в меня влюбился. Да? Здорово. Хороший парень? Да, так-то хороший, только глуповатый какой-то. Чего делать-то? Не знаю. Ну, ты же взрослый, опытный. Ты посоветуй что-нибудь. Ну, и что, что взрослый? Я в этих делах меньше тебя разбираюсь. Ты знаешь что, ты свою маму спроси. Ага, с родителями только на такие темы и говорить. Ну, тогда скажу тебе только одно. Не торопись. Ладно, разберусь. Слушай, у тебя сны снятся? Да. А тебе снятся, Настя? Да-да, я тут. Сон клонит. Ну, ты ложись спать. Слушай, а что будет после смерти? Не знаю. А я знаю. То же самое. Та же темнота. Только еще ничего не слышишь и не чувствуешь. Но я не боюсь. Да ну, ты что? Ты обязательно попадешь в рай. Будешь там все чувствовать, видеть, слышать. Я это точно знаю. Настя. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я не знаю. Извините, вон смотри, твой собутыльник проснулся, извините, я когда на пиваре, когда боюсь, всегда на пиваре, а в самолете особенно это что-то с чем-то. Знаю, почему я вам доверился, потому что у вас нет другого выхода. А почему вы мне помогаете? Ну, естественно, в корыстных целях. А, понятно. Деньги. Ну, зачем слепому деньги? Мне нужна информация. Расскажите про распил бюджетного бабла. О каком бабле вы говорите? О том бабле, из-за которого убили моего друга. Из-за которого я потерял зрение. Из-за которого, кстати, вас вчера чуть из окошка не выкинули, если бы я не пришел вовремя. Молодцы, я вам очень благодарен и все такое. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ладно. Ну, присаживайтесь, я вам расскажу. Интересно. А потом снова задам вопрос. Жила-была одна группа инициативных товарищей. Кать, пациентка с огнестрелом из торгового центра пришла в себя. Сообщи в полицию. Да, поняла. Хорошая у вас фантазия. Красиво? Рассказывайте. Я еще раз говорю, я вам очень благодарен за спасение. Может я вас все-таки как-то отблагодарю? Да. Понял. Вы же понимаете, что у последних свидетелей шансов у вас нет. Ну что? Что, дядь Федоров? Сделаем первый променад по центру Москвы? Да? Ну, это ведь ты давно не гулял после ранений. Юрий Николаевич с тобой не гуляет. А все почему? Тут уж нельзя ему гулять. Убьют его. Пошли. Пойдем. Все, последние инструкции. Дверь никому не открывать, телефон не включать. Дай, не пейте больше. Мы в самолете. Мы уже открывались. Он так быстро вошел, что я понять ничего не успела. Что я не успела его рассмотреть толком. Он начал стрелять сначала у меня, а потом в славку. В славку, господи. Извините, что мы заставляем вас снова это пережить, но… Я не сразу выключился. Я… Я слышала, как он по телефону разговаривал. Пожалуйста, поподробнее. Важна каждая мелочь. Ему позвонили. Он, наверное, думал, что всех убил и спокойно ответил. Я так поняла, что ему за работу позвонили. Говорил про какую-то Машеньку, что ей три года и она болеет. Молодой человек, это служебное помещение. Вам сюда нельзя. Молодой человек, вы не понимаете, что мы? Это служебное помещение. Вам сюда нельзя. Алло. Температура медленная какая? Сейчас приятно. А что говорил дословно? Не помните? Он расстраивался, что… Вот Машеньке не везет последнее время, чтобы ей температуру помедлили. Когда он… Когда он переедет, он сам обо всем разберется. Потом что-то про родителей, но я уже поплыла и выключилась. Все. Для первого раза достаточно. Еще что-нибудь помните? Для первого раза достаточно. Спасибо. Спасибо. Извините. Вам сейчас лучше поспать. Прошу. Может, он детский врач? Врач, стреляющий в людей, странный психотип. Всякое может быть. Да. Помните, какое-то время назад менеджер расстрелял своих коллег? Они над ним издевались на работе. То есть наш стрелок тоже чем-то обижен? Или кем-то. Должен быть импульс. У всех есть импульс. Алло. Слава. Нужен полный биллинг телефонных разговоров в торговом центре в момент стрельбы. Да. Всех. И особенно сотрудников. Угу. Капец, конечно. Откуда берутся такие отморозки? Ты не говори. Столько людей положил в урок. Александр Андреев. Ну и что? Пройдемте с нами, пожалуйста. С какого перепугу? Вы что творите? Возьмите нас. Отпустите. Где пистолет? Чего? Место вашего дежурства. Ну? Вот вы стоите на своем посту. Время без 5.9. Вы куда-то пошли. Покинули свой пост. Вот вы входите в служебное помещение, где нет камеры. Теперь вот оно. Это маньяк стреляет в людей. Видите? Время 9 часов. Все это время вас не было на своем посту, вас не видела ни одна камера. А через несколько минут, как стрелок исчез, вы прибегаете на свой пост и кричите. Видите? Да в туалете я был. В нашем служебном. Там вы переоделись? Еще мы знаем, что вас бросила жена. Вы живете на съемной квартире со своей маленькой дочкой. И еле-еле сводите концы с концами. Вас собирались уволить. А после побоища сокращать штаб передумали. Да вы бред несете. А вот распечатка телефонных разговоров. Вам звонили из дома во время расстрела. У нас есть свидетельница вашего разговора. Вашу дочь зовут Маша. О ней вы и говорили по телефону. Бред, сивые кобылы. Да, моя дочь Маша. Я с ней разговаривал. И что? Где пистолет? Александр Григорьевич, зайди сюда. Это он, Тигран Джанебекович. Я его дожму. Давай. Вот. Только что получили. Я рад, что у меня появилось много сторонников. Я даже стал вести дневник для будущих подследователей. Давай перемотай, перемотай. Где там главное? Вот. Глупые, ничемные людишки. Это только начало. Останавливаться я не собираюсь. И через четыре часа вы сами это увидите. Следите за новостями. Сверху уже звонили? Мне сейчас плевать наверх. А если он еще десяток положит? Дима, может быть ты что-нибудь понюхаешь? Потрогаешь, а? Ну? Надо работать по детским врачам. И училить места массовых скоплений в этом районе с сотрудниками Штатского. Четыре часа осталось. Итого меньше. Да, товарищ Неграла? Да, работаем. Есть определенные зацепки. Да. Люди ненавидят, детей любят. Люди ненавидят, девочки хорошо обращаются. Люди мусор, детский врач. Поряд какой-то. Домой, Федор. Домой. Ну что, не понимаешь, дядя Федор? Одно исключает другое. А ведь никакой ты не дядя. Спасибо тебе, родной. Да, точно. Точно. Пошли. Пошли домой. Кира. Кира. Да, алло. Это Маша. Она не девочка. Ты слышишь меня? Слышу. В театре Дурова есть свинья Маша и утка Маша, в цирке на цветном слониха Маша, в другом цирке Маша Медведица, в третьем вообще четыре Маши. Это нереально физически. Это как капля в море. Стоп. А Рустема наш стрелок убил на улице Климашкина? Да. Так, 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 так. Ну? В километре от этой улицы находится зоопарк. Это, конечно, рулетка. Сколько времени осталось? Два часа. Ставлю на зоопарк. Да, есть у нас Маша, тигрица. А что? А кто у вас ветеринар? А у нас их несколько. Но с Машей Коля Полежаев работает. Он животных обожает. А Маша у нас двухмесячного возраста выхаживал. А где его кабинет? А ордер у вас есть, например? Кир, мы не там ищем. Да я уже вижу, все не то. Да это не то, не то, не то. Самый надежный сервис у него в другом месте. Кира. Вот, специально для вас мы перевели Машеньку в другой вольер. Все, можете заходить. Спасибо. Сколько осталось времени? Пятнадцать минут. Обычный вольер. Перед нами стекло. Так, где оно может быть? Ищите, Кира. Думайте, думайте. В стене нет. Может быть, в стене. Здесь нет. Думайте, думайте, Кира. Я не знаю, где. В дереве. В дереве, в дереве, в дереве. Нет, нет. Думайте, Кира, думайте. Да нет. Нет, я не могу найти. Ищите, Кира. Время. Да я не знаю, где. Время, Кира. Нет, здесь нет. Ищите. Да где? Ну. Нашла. Нашла. Это дневник. Быстрее, последняя страница. Нужно, 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 нужно. Так, сегодня, сегодня пойду в кафе трамплин убивать никчемных людишек. Есть! Есть! Я нашла! Сюда! Третье с семнадцатым. Семнадцатый на связи. Косыгина, двадцать восемь, ресторан «Трамплин». Юж твою, я на другом конце города. Пять минут осталось. Всем внимание, всем внимание! Кто находится в районе улицы Косыгина, дом двадцать восемь, ресторан «Трамплин». Я недалеко от Косыгина могу успеть. Черт, там рядом только Гребанько оказался. Косыгина. Косыгина. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Под колофоном от инвестиций. Ну, это в течение часа будет. Вес, киски. Можете, я виски скину? Можно и виски скину. Держи его! Дву забери! Лежать! Руки! Лежи спокойно! Живой нет. Руки! 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 Ты домой? Тебя подвезти? Все уже освоилось? А ты что, боишься что ли? На парашюте со мной прыгать вместе ты не боялся. Поехали. Дим, что-то случилось? Ты второй день со мной свой, тебя чем-то обидела? Нет, это я обидел. Только не тебя, а другого человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Извини, наверное, надо было позвонить, я не знал, что не один. Нет, ничего страшного. Мы старые фотографии смотрим. Поехали. Поехали. tactно по острову питьевula. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА